Всем доброе-предоброе утро. Я немного опухшая, но этому есть причина. Это пипец какой-то. Чего ты не фокусируешься? В общем, у нас соседский ребенок, тот который мамочку все время зовет ночью. Мамочка, мамочка. Казалось, это соседский ребенок. Вторую ночь подряд, ровно как по будильнику, в 12 часов ночи начинает орать. Позавчера он орал где-то частик, но так немного поорал и хватит. Я знаю, дети плачут, дети кричат, но этот просто орал. Вчера он орал с 12 до 3 ночи. Без перерыва, без отдыха. Просто орал, орал и орал на всю улицу. Если ваш ребенок орет, ему годика три, наверное, закройте двери, чтобы не слышали другие люди. Сейчас все открыто, да? Они бы пытались там, не знаю, наверное, пытались успокоить, потому что иногда бы говорил нет. И орал. Просто орал и орал и орал. Я, кстати, в инстаграм засняла там. Ора. И вот такая вот веселая ночка была. И ничего не сделаешь. Это же ребенок. А сейчас они спят. Они отдыхают сейчас. Наверное, готовят силы для этой ночи, чтобы потом опять в 12 часов ночи начать орать. Причем днем он никогда не орет. Днем вообще их не слышно, не видно. Но ровно в 12 часов ночи он начинает орать. Сколько раз я сказал слово орать? У меня уже вот тут сидит за 3 часа ночи. Я думаю, сейчас, блин, дети цветы жизни, ну это какой-то пицца. Пойду завтракать. Вот вам пожаловалась, но это вообще, ну правда, вот не знаете, там не вот так, а как он не охрип, я не знаю. 3 года ребенка. Че он орет-то, блин, так? Я уже дома. Готовить сегодня ничего не буду. Будем доедать, что есть в холодильнике. Там есть маленечко курочки, маленечко окрошки в общем у меня сегодня отдых от готовки вы знаете, надоедают готовить я вчера, кстати, знаю, муж вообще я не знаю, любит он окрошку не любит, в общем я вчера наложила ее ему и ушла в другую комнату чтобы не видеть, если как говорится как он ее будет есть, потому что вдруг не понравится, начнет что-нибудь лицо, вот так вот а это я сделала лицо топором будто бы я на что-то обиделась в таком случае, он ко мне боится подходить и что-то говорить не то что по поводу еды, вообще что-то, и сидела, думала поест, не поест, слышу, жмакает по чашке, ну по тарелке думаю, ест, такой выходит садится, я говорю, ну что поел? он поел, я говорю, вкусно? сама думаю, сейчас уже поготовлю ругаться, что есть надо все что эта еда, он вкусно только много этого укропа Я такая, фу, я говорю, это укроп в окрошке, это все равно, что гаспачо без чеснока, но, знаете, понравилось ему, в общем, поел, и я была этому рада, потому что, если бы, знаете, опять себе окрошку, ему еще что-то, 150 блюд, как в ресторане, но же не ресторан, в конце концов, а просто домашняя еда, если я ем, а пожрать я люблю, то надо уже все есть. А он такой, это, говорит, еда для похудения, я говорю, да, конечно, яйца, картошка, прям вообще, он такой, ну все же вареное, ну да, если только так себя можно это оправдывать, то можно подумать, что да, это еда для похудения, ой, не могу, так что вот, сегодня ему, наверное, курицу, а себе опять окрошки. Я могу, я неприхотливая, я люблю пожрать, но я неприхотливая, я могу есть одно и то же, если это вкусно, дня 4 свободно, так что вот такие вот у нас дела, и такой обед будет. Все люди на пляж, а я на работу, припарковала вон там, с парковкой все еще сложно, все еще сложно, нету парковочных мест, надеюсь, что на следующей неделе все изменится, потому что через неделю уже в школу, детям, 8 числа, по-моему, в этом году начинают, какие малявочки, я уже думаю, вообще не найду парковку, труба, меня клиентка в 5 часов уже ждет, поэтому, как бы, думаю, сейчас не найду, буду тут кружиться. Вот тут проехала туда, кругляк, и почти обратно вернулась. Так, что она меня ждет еще, она еще не пришла, еще рано, вообще пунктуальная, это клиентка пунктуальная. Блин, знаете что, сегодня в церкви свадьба, а я машину там припарковала. Я, наверное, сейчас хрен выйду. Блин, замуровали демоны. Я машина, свадьба. Это, наверное, женихов. Ну, короче, понятно, да, что я хрен отсюда выйду. Что, буду ждать, а вдруг они стрелять начнут. Твою мать. Сказала, что свадьба, там знакомая одну видела, сказала, что свадьба закончилась. Попали на свадьбу? Блин. Ну, короче, я в центре внимания свадьбы, сейчас вам покажу свадьбу. Они такие, будешь выезжать с таким этим, типа, как? Я говорю, а вы долго тут будете? Ну, по-моему, они, говорят, выходят. А мужик такой говорит, а мы здесь поужинаем. Я говорю, ну, я тогда с вами. Они засмеялись. Ну, что, свадьбу посмотрим, да? Что, домой-то спешить? Окна открыла, потому что все равно здесь. И вот эта машина плохо припарковалась. Но это жениха с невестой. Поэтому будем на свадьбу посмотрим. Прям попали на свадьбу. Тут где-то рядышком стреляют. Ну, вот в такой вот позе. А еще дождь откуда-то пошел. Тучка небольшая, ага, дождик идет. Прикол. Невеста женихом вроде бы уже вышли. Что, когда все свалят отсюда. И выпустят меня. Замуровали, блин. За гостями приехал автобус. Вообще не все свадьбы здесь автобус дают. Смотрите, какой черненький. С черненьким ребеночком. Ой, что-то еще грязнее стало. Дождик идет, прикиньте. Это хорошо для свадьбы или плохо? Вернее, смотрите, неба почти нету. И дождик идет. В общем, сейчас все они уедут. И я поеду. Я уже дома. Невесту так и не дождалась. Уехала нафиг. Еще подвезла одну знакомую вниз. Она на свадьбе была. Намешала себе здесь кефир. И такое типа варенье грушевое было. Но без сахара. Но это, знаете, что-то типа пюре. Грушевое без сахара. Потому что варенье это мало напоминает. Сейчас вот я это буду ужинать. Что-то хочу. Кого хочу, не знаю. Кого знаю, не хочу. Так это вот озвучено будет. Вот. Вообще хотелось бы, знаете, пюрешечки с сосисками. Аж слюнтикут. Ну, будем кефир. С вареньем обезжиренным. Ой, без сахара. Вообще вкусно. Вообще, когда хочется кушать, все вкусно. Как, знаете, как говорят. Если хочешь кушать, съешь яблочко. Если ты не хочешь яблочко, значит, ты не хочешь кушать. Совершенно правда. Буду с вами прощаться за завтра. Завтра у нас воскресенье. Может быть, сегодня я высплюсь. И никто меня не будет будить своими этими криками. Своими. Сейчас вообще тишина. Такое ощущение, что их вообще нет. Наверное, сила набирают на ночь. Чтобы ночью поорать. Так, конкретненько. Будем надеяться, что нет. На улице какая-то влажность непонятная. От трех капель, которые, наверное, упали. Не знаю. Сейчас в душ пойду, потому что все липкое, знаете, после работы. А еще мне в глаз что-то попало. Какая-то фигня. И, в общем, он у меня течет. И все. Так что завтра с вами снова встретимся. Всем пока-пока, до завтра.